Слава Богу! Слава Богу! Слава Иисусу Христу, нашему Господу, Богу Спасителю! Дорогие друзья, приветствую всех вас с Киева, с нашей Киевской архиепископией, Реформаторской Православной Церкви Христа Спасителя. Мир всем вам, дамы и господа, дорогие друзья, церковной реформации, братья и сестры. Мир всем, Божий, Святой мир. Слава Богу! Этому миру нужен мир на самом деле, мир Божий. Раньше писали, да, вот это был такой сленг, популярный был советский. Миру мир. Но, как бы, мало кто понимал, как бы, смысл истинный этого послания. Ну, правильно, какой мир нужен этому миру? Вот. Ну, обычные люди понимали так, мы понимали. Я так понимал, по крайней мере, советским человеком тогда еще. Что, ну, как бы, отсутствие войны. Как вот бабушки нам говорили, дедушка там, родители, что лишь бы не было войны. Вот, все остальное переживем, главное, чтобы не было войны. Вот, ну, как бы, и, в общем-то, как отсутствие, мир, как отсутствие войны. Вот в таком смысле виделось мне и в юности, уже, да, уже, как бы, советским гражданином. Вот, а сегодня мне видится, что этому миру нужен божественный мир. Не просто как отсутствие войны, как мир с Богом, мир с Создателем. И сегодня у нас воскресенье, 26-й, получается, август, да, уже воскресенье. И сегодня завершение праздника преображения, который начался еще в прошлое воскресенье. Ну, в традиции православной, очень древней традиции, полутощелетней традиции, вот размышления, вообще празднество, вот это преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, оно продолжается, вот, на протяжении целой недели. Да. Вот, плюс еще предпразднество есть, значит, там, да, вот, 18-го августа, как раз накануне, да, мы отмечали предпразднество, тоже молились. Вот, в таком, действительно, духовном деянии Духа Святаго, жизни в нас и через нас, верующих. Сегодня у нас церковное служение здесь, в Киеве, в нашей Киевской архипископии. Отец Алексей Прошак, это благочинный наш киевский, он проводит здесь служение каждое воскресенье. И вот я с удовольствием бываю, когда приезжаю в Киев, как раз здесь у нас в церкви. Слава Богу, сегодня тоже гости будут, даст Бог, как раз тоже, ну, брат Андрея провожаем сегодня в Минск, в Белоруссию. Возвращается он сегодня, так что, да. Вот, ну, сегодня, сегодня завершение конца, отдание праздника преображения Господня. Вот, и молимся сегодня мы как раз, ну, не будем, как бы так, забегать вперед. Но для тех, кто не будет сегодня на служении, просто рекомендую потом посмотреть записи. Вот, и Преображенского собора прошлого воскресенья, и вот сегодняшние, которые будут делать записи. Вот, потому что сегодняшняя тема тоже очень важна будет. Будем молиться о преображении церкви, о преображении верующих, преображении церкви всей, преображении всего христианства. Не только православия, а вообще всего христианства, потому что христианство – это многоветвистое древо, много ветвей, разных ветвей. Православие, к сожалению, если брать в целом, по большому счету, то это, как правило, тоже много ветвей канонических, неканонических, там, второканонических, разных православных церквей, старого обряда, нового обряда, там, дохокедонских, разных древнеправославных церквей, как у нас говорят еще. Вот разных новых православных церквей по-разному. Вот как, допустим, наша реформаторская православная ветвь тоже. Но чаще всего православные ветви на этом древе христианства, к сожалению, чаще всего надломленные или даже отломленные, засыхающие или засохшие уже. То есть, ну как бы, к сожалению, очень неприглядный вид, чего греха таить. Хотя это в разных конфессиях это и есть тоже, значит, как бы и этого хватает, этой беды. Но в православии это просто очень ярко выражено у нас. У нас все очень гротескно и очень ярко выражено. Вот эти проблемы. То же самое многобожие. Молитва к Богородице, к святым ангелам. То же самое идол поклонства, почитание крестов, мощей, оккультизм религиозный. Мракобесия хватает. И все это, как бы, делает Иисуса в стороне находящимся где-то от внимания миллионов и миллионов православных. Да и по большому счету подавляющее большинство православных еще далеко не являются христианами. Хотя мы обычно словосочетание-то употребляем как бы как само собой разумеющийся, знаете ли, православный христианин. Бутерброд, как бы, да, мы само собой разумеющийся. Но на том бутерброде масла-то и нету. Вот. Только один бутерброд. Человек, знаете ли, без Бога, это еще не христианин. Человек с Богом, человек в Боге, это уже христианин. Бутерброд. Ну, такая ассоциация, как бы, чтобы было понятнее, мы будем договорить. Вот. Бутерброд – хлеб, масло, да, по-немецки, да. Немецкое слово, которое прижилось в русском языке очень сильно. И часто бутербродом мы называем просто, допустим, хлеб с кубасой, там, допустим, без масла даже у совершенно, там никого будет. Бутерброд-то и нету. Вот. Но, как бы, так. И сегодня заглавием таким для, значит, этой трансляции на Ютубе я поставил место из Писания из Евангелия от Матфея, 13 глава, 43 стих. Значит, я попробую на украинской мове прочесть. Очень понравилось мне, очень мелодично. Но когда один на один с Богом, это, как бы, так, проще. А когда вот перед людьми, я еще особо и не читал на украинском. Так. Тоді праведники засяють, як сонце, в царстві отця ихнього. Хто має вуха слухати, нехай слухає. Еще раз. Еще раз. Еще и еще раз. Тоді праведники засяють, як сонце, в царстві отця ихнього. Аллилуйя. Тоді праведники засяють, як сонце, в царстві отця ихнього. Аллилуйя. Ой, спасибо, Господь. Тема – это преображение. Тема преображения, как вот в прошлом воскресенье на соборе говорилось, это не только преображение нашего Господа. Это не только преображение Иисуса Христа, мы вспоминаем, да, вот было. Да, это удивительно. Его одежды стали белоснежными. Ну, мои не такие белоснежные, как бы, а там у них блистающие просто были. А лицо, вообще тело просияло, вообще, как солнце, да, просто вообще удивительным образом. Все просияло, просветилось. И, конечно, на служение я говорил из Писания, читал также о преображении Моисея, тоже, который там просиял так, что люди в шоке были, они боялись даже подойти к нему, даже боялись. Знаете, если ученики Иисуса, ну, он не всех взял даже, потому что далеко не все были даже готовы вот к такому чуду, он щадил их религиозные чувства и вообще, и, как бы, и это, это, любой чудо – это стресс, а вот такое чудо – это суперстресс. И он взял самых стрессоустойчивых товарищей, он взял тех троих, которые, по его мнению, могли выдержать просто это чудо эмоционально, морально, духовно, душевно. Вот, особенно душевно, конечно, это было, я представляю, таким шоком, таким стрессом. Вот, и там даже Петр, он, тем более, с просонок, но они, как бы, а если бы они все видели, наверное, они просто убежали бы с горы, честно говоря. Вот, они еще хорошо, еще спали, как бы, они не видели там большую часть происходившего, но даже то, что они увидели, это было вот так вот, вот так вот, больше, чем достаточно для них. Они там упали вообще, там, и боялись подняться, и только когда Иисус подошел, он коснулся, они там смогли подняться. Вот так вот, такая сила Божья, так вот, прижал их. Так что иногда лучше проспать некоторые вещи, потому что человек не в состоянии многие вещи просто воспринять это, это сто процентов, я это по себе знаю, и я прекрасно понимаю, о чем говорю сейчас. Вот, и подавляющее большинство возрожденных, даже верующих в Боги христиан, находящихся, реальных христиан, не понарошку христиан, а оправдочных христиан, не готово, подавляющее большинство никак не готово, не то, чтобы преображение вот Господня, как вот Петр, Яков, Иоанн-то видели, даже что-то более-менее видеть. Это стресс, это, я по себе это просто знаю, реально, я знаю, о чем говорю. Поэтому Бог щадит нас, Он мог бы проявить себя очень могущественно, но щадит наши чувства религиозные, наши душевные струнки и прочее. Вот поэтому Он взял только троих, но даже эти трое, они пережили такой стресс в тот день. Вот, это было чудо, но Петр спустя годы, уже будучи вот таким апостолом в полном служении, уже Иисус, уже улетел на небо, уже села весной Отца, на почетном месте Отца Своего. Хотя Он сказал, что Он с нами во все дни до скончания века, да, в Писании Он так это выразил, что Он с нами во все дни. То есть, Он с нами каждый день в нашей жизни, вот на протяжении этих двух тысячелетий, Он с нами. Аллилуйя, спасибо тебе, Господь. Он с нами и сегодня, во все дни, то есть, даже и сегодня, в любой день Он с нами. Аллилуйя, спасибо тебе, Господь. Спасибо, спасибо тебе, Царь, Вселенная. Спасибо. Но вот в этом тексте, из Писания, Матфея 13, 43, 13, 43, говорится, что мы воссияем в Царстве Отца нашего. Слушаем еще раз. Тоди праведники засяют, як солнце, в Царстве Отца ихнего. Аллилуйя. В Царстве моего Отца я просияю. В Царстве твоего Отца ты просияешь. В Царстве нашего Отца мы, праведные, святые, просияем во славе Отца нашего Небесного. Спасибо тебе, Господь. Святые, праведные и верные, мы не, я думаю, что подключившиеся, прекрасно понимают, о чем я говорю. Не по нашим личным качествам или по нашей вере, или что-то нет, а по благодати Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Поэтому темой преображения является, во-первых, преображение Господа нашего, Иисуса Христа. Преображение потом каждого из нас верующих в это земном бытии, наше преображение тоже происходит от славы в славу, от силы в силу. Мы взираем на Слово Божье, да. Мы взираем и видим себя, каким образом? Видим Христа. Видим Христа. Смотрю Слово Божье и вижу Христа Иисуса. Да, вижу Бога живаго. Бог живой проявляется через Христа. Бог является через Христа. И не просто на страницах этого печатного издания, а на страницах уже моего сердца. Да, он отображается внутри меня, в моем сознании, подсознании, в моем сердце, в моем всем естестве отображается. Спасибо тебе, Господь. Благословен ты, Царь наш. Благословен Господь. Благодарю тебя, Господь, за силу преображения Твоего, Господь. Силу воскресения Твоего. Аллилуйя. Аллилуйя. Тади праведники, засают, як солнце, в царстве отца ихнего. Хто мае в ухо слуха ты, нахай слухая. Аллилуйя. Действительно, великое чудо. И окончательное преображение наше наступит в последний час, в последний миг. Истории этого временного бытия, будем так говорить. Да, и уже первый, если можно так выразиться, миг, начало вечного нашего бытия. В царстве отца нашего, в царстве нашего Бога, в царстве Иеговы, Бога Авраама, Исаака, Израиля, в царстве великом государстве, в царстве всех царств. Мы еще ожидаем Господа Иисуса Христа на облаках, при гласе архангела, при трубе Божией, Господь сойдет с неба, и мертвого Христе воскреснут прежде. Потом и мы, оставшиеся в пришествии Господне, восхищены будем на облаках, встретившись Господу на воздухе. И так с Господом будем. Восхитительные, удивительные истории нас ожидают. Библия очень скупо, гадательно и, как бы, очень так таинственно, казалось бы, неясно показывает эту картину будущего, еще и потому, что, ну, в этом есть интрига. В этом есть, знаете ли, интрига, во-первых, да, для нас, для рассуждения нашего, а во-вторых, просто то, что произойдет, не видела, тот глаз человеческий не видел на этой земле. Не с чем сравнить, просто-напросто. Ухо наше не слышало ничего подобного. На сердце наше даже подобное не может прийти. В этом земном бытии, в этом измерении, в этом ограниченном мире он реальный, да, но он не такой этот мир реальный, как в котором мы живем сейчас, как реальный Божий мир. Он более реальный мир, там, это множество измерений, как мы сейчас говорим, да. Вот, и, конечно, такой многомерный мир божественный, удивительный, восхитительный. Его, и события этого царства описать для, вот, нас, даже в хронологии, как это, порядок будет, поэтому до сих пор нам, богословы, спорят, восхищение до скорби, во время скорби, или после скорби. Значит, как оно, или пишут, допустим, вопросы тоже, мертвые сейчас, умершие, они сейчас спят во прахе, допустим, да, или они, вот, в бытии каком-то находятся, или как они находятся, да, как Лазарь на луне Авраама или богач страдают. Так, допустим, там, что-то еще, там, воскрешение будет праведников, потом грешников, или всех с копом, там, разные мнения, короче, есть. На протяжении двух тысячелетий христиане порой даже копии ломают, богословы, на эту тему. Ну, это все, ну, куру на смех, все эти наши споры эти, потому что, действительно, мы пытаемся нашим человеческим, да, вот, измерением, будем так говорить, да, измерить божественное. Это просто-просто невозможно. Вот, когда меня спрашивают, там, по поводу, там, тоже, значит, там, вот, как же умершие находятся, вот, либо они ничего не помнят, и спят, значит, там, да, во прахе, либо они, там, что-то помнят, либо они, там, очень даже, что ощущают. И говорю, знаете ли, говорю, как в земном нашем бытии, все люди по-разному живут, и все люди разные, кто-то, вот, ходит, вроде бы, на работу, все, живет, как бы, как мертвец, живой мертвец. Вот, и сам того не понимает. Некоторые, кстати, братья некоторые рассказывали мне, всю жизнь пропьянствовали, лет 30 не просыхая просто вообще, именно реально не просыхая, пропил все, вот, значит, а Наташа Потопаев, кстати, рассказывала, женщина, женский алкоголизм, пьянство, просто под забором валялась, часто в луже просто засыпала, просыпалась, значит, в луже, ее притаскивали, значит, там, ну, деградированная была женщина совершенно, алкоголичка. И, представляете, и когда она покаялась, она рассказывает, я, говорит, вышла с собрания, говорит, где она покаялась, в протестантской церкви харизматической, я вышла с собрания, и за эти десятилетия, лет 30 она больше пьянствовала, последние там годы вообще не просыхая. И она, говорит, я посмотрел на небо, я увидел впервые небо за все эти годы, вот это да, трава такая зеленая, какие листочки, какие птички, человек прозрел. Годы эти просто не, она жила, как бы жила, но она была мертвечиной, она была мертвой. То же самое, любой человек, это, 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 как бы, классический вариант алкоголизма, пьянства, значит, да, значит, там, как бы, и хрестоматийный грешник, там, в глуде, в коррупции, в казнократстве человек живет, значит, там, значит, там, не важно, в каком грехе, и вообще, даже, не сам, даже грех это, а мертвость человеческая, вот что важно. Человек может даже внешне быть благопристойным, значит, да, и вполне порядочным членом общества, но быть просто духовной мертвой, мертвостью, мертвой субстанцией, это вообще страшно, вот, но без Христа, потому что без Бога, без Духа Святого, человек просто мертв, вот, и потом воскрешение происходит такое удивительное. Да, ну, я не буду проповедовать, потому что время ограничено с этой утренней молитвой, да и пора уже, мне уже на собрание ехать, уже у нас молитва, я обычно перед собранием приезжаю, у нас в 9 часов начало служения здесь, в Киеве, но перед тем приезжаю на молитву, перед служением. Пусть Бог благословит во всех, дорогие друзья, вот, и в царстве Бога, в царстве Отца нашего, воссияем мы, возлюбленные, воссияем, аллилуйя, спасибо тебе Господь. Вот, и, снисходя к немощи человеческой, Бог нам дал такое таинство, едим хлеб, пьем плод виноградной лозы, и у меня здесь остатки халы, шабатни, вот, возьмите хлеб себе, налейте себе сок виноградного, нет виноградного сока, компот какой-то, просто даже воды налейте даже, я рекомендую просто воды налейте, и совершим причастие Евхаристию, так как многие разные люди смотрят, если вы еще не принимали спасение Иисуса Христа, но вы готовы это сделать, то сделать это сейчас, помолитесь, обратитесь к Богу, прямо сейчас, от всего сердца, у вас есть, вот, сейчас минута, это вот, как раз, в этом временном измерении для встречи с вечностью, встречи с Богом живым, скажите Богу, с могущему Бог, я люблю тебя, Бог, Творец мой, я признателен тебе очень сильно за твою любовь, которую ты доказал, пролив свою кровь за меня, отдав сына своего за меня, первородного, единородного своего, отдав Иисуса Христа на крест, чтобы я не погиб, но имел жизнь вечную, и скажите такие слова еще, Иисус Христос, Ты мой Господь, Ты мой Спаситель, Иисус Христос, Ты мой Господь, Ты мой Бог, Ты мой Царь, Ты мой Исцелитель, Ты мой Спаситель, слава Тебе Господь, и еще скажите такие слова, Бог мой, поселись во мне, царствуй во мне, живи во мне, и я становлюсь Твоим храмом святым, спасибо, и скажите еще такие слова тоже, Духу Святому, скажите, Дух Святой, поселись во мне, наполняй меня прямо сейчас, и я буду говорить теми языками, иными наречиями, которые Ты мне будешь давать говорить, Боже, я буду жить, как Ты будешь мне давать жить, Господь, новой жизнью, я буду действовать, как Ты будешь мне давать действовать, новыми деяниями, Господь, новыми действиями, новой жизнью, новая жизнь, это Ты, Господь, Дух Святой, Бог мой, Царь мой, слава Тебе, Аллилуйя, утешите. И налейте себе прямо сейчас, помолившись, если помолились, и даже первый раз в жизни молились Богу, возьмите хлеб сейчас, даже если нету, просто рженой хлеб, нету ничего хлеба, не знаю, но мы даже с детьми даже однажды причащались, вот пряники и молоко было у нас, больше ничего не было, вот и дети, значит, там сделали причастие, я причащался с ними, вроде вначале воспринял как игру это, ну, мне это как бы, ну, не серьезно, как пряники, молоко, как-то для меня, для православного священнослужителя, это было как просто игра, но там было такое присутствие Бога, которое пережило, это было давно, ну, это было здесь, как раз в Киеве, здесь вот, мы снимали квартиру в 97-98-м, получается, да, в 98-м году, вот, и то, что пережил, это была такая благодать, такое благословение, которое заставило меня действительно пересмотреть взгляд на причастие, до того я очень все и держался, еще многих этих суеверий христианских, церковных, в которых жил многие годы до того, слава Богу, без всякого суеверия, без всякого сомнения, налейте себе, нету сока, просто воды налейте даже, просто возьмите кусочек ржаного хлеба и просто воды, такое причастие, многие епископы, митрополиты, старые еще, вот, свидетельствовали, в 20-е годы, 30-е годы, в концлагерях советских, не было ничего такого, там, немного остатки этого хлеба, который даже хлебом было трудно назвать, в общем-то, по составу своему, вот, и немного воды, воды, опять-таки, такой, который, значит, нормальный человек в нормальных условиях пить не будет, но и это брали они как причастие, молились, возносили Господа и принимали как тело и кровь Иисуса Христа, да, поэтому тело Иисуса Христа, кровь Иисуса Христа, когда причастие Евхаристия совершается, таинство это, хлебопреломление мы еще называем, совершается не просто ртом нашим, да, желудком нашим, вот, то, что входит в нас, оно не может нас осквернить, или же осветить, то, что исходит из нас, вот это либо оскверняет, либо освещает нас, а исходит из нас сегодня, прямо сейчас, наше размышление о Господе, Боге и Спасе нашем Иисусе Христе, о теле и крови Иисуса Христа, рассуждаем благочестиво, что кровью Иисуса Христа, ломимым его телом, я спасен, совершенно спасен, я исцелен, благословлен всеми благословениями Небесного Отца, вот это благочестивое рассуждение сейчас, чтобы никакие благословения мимо не прошли вас, Аллилуйя, спасибо тебе Господь, Аллилуйя, благословен Бог наш, Царь наш, Владыка наш, Царю небесный, утешителю дух истины, Ты, что везде пребываешь и все собою наполняешь, сокровищница благ и жизни подателю, Ты пришел и вселился в нас, и очистил нас от всякой скверны, и Ты спас благой души наши, Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, хвала Тебе. Благослови Господь хлеб сей, честным телом Христа Твоего, а то, что в чаши сей, честной кровью Христа Твоего, приложив это Духом Твоим Святым, аминь, аминь, аллилуйя, слава Тебе Господь, люблю Тебя мой Бог, спасибо Господь в Твоем Царстве, Боже, мы вкушаем хлеб в Твоем Царстве, блажен кто вкусит хлеба в Царстве Твоем, а мы вкушаем уже в Твоем Царстве, находясь сейчас еще на земле, здесь, в этом временном ограниченном реальном мире, но не таком сильно реальном, как Твой мир Божий, реальный, но мы уже вкушаем хлеб Твоем Царстве и пьем новое вино Господь, Духа Святого, аллилуйя, тело и кровь Господа, тело Христово примите, источника бессмертного вкусите, аллилуйя, аллилуйя, аминь. Спасибо, спасибо, спасибо. Спасибо, Господь, спасибо. Спасибо, спасибо, Иисус. Спасибо, Дух Святой, лихаем за жизнь. Аминь. Ты есть моя жизнь, Ты мое преображение. И я высияю в Царстве Отца моего. Спасибо, Господь. Спасибо. И вся моя жизнь земная – это одно святое преображение в Твой святой образ. Спасибо, Господь, спасибо. За силу воскресения, за силу преображения. Слава Тебе. Лихаем за жизнь. Кровью Иисуса Христа я спасен, исцелен, благоставлен, освящен. Святой и праведный я через кровь моего Спасителя, Господа Иисуса Христа. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Иисус. Мой брат, мой Господь, мой царь. Спасибо. 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 Миллион раз спасили просто Господь. За голубов, за кровь, я тебя благодарю за воскресенье Твое, за победу Твою, за победу Твою. Аминь. Благодарю Тебя, Отец мой, Бог. Благодарю Тебя, Иисус Христос, спаситель мой, брат мой, Господь мой, царь мой. Благодарю, о Дух святой, утешитель мой, Ты всегда со мной, за все я благодарю. Благодарю, за все я благодарю. Спасибо, Господь, благодарю Тебя, от всего сердца, благодарю Тебя сегодня. В этот воскресный день, когда миллионы, миллионы верующих разных конфессий, разных церквей, разных юрисдикций, динаминаций, конфессий, вспоминают о преображении, завершается празднество сегодня, отдание праздника, преображение Господа, Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Господь, коснись сегодня каждого сердца, Господь, христианского, даже если оно номинально христианское, даже если лишь только по традиции, по обряду, по рождению оно христианское, Божиим. Пусть действительно будет духовное возрождение, спасение, благоставение Господь, пусть действительно Божие, не просто православное будет сердце, католическое, протестантское, а будет христианское сердце Господь, многое, плотяное, не каменное. Каменное это религиозное, иудейское, православное, патолическое, протестантское, мусульманское, какое угодно Это каменное сердце, камень широк груди, мертвое Ни в христианстве, ни в какой другой религии нет спасения Спасение только в Иисусе Христе, только в Господе нашем Можно всю жизнь жить в христианстве Всю жизнь проходить в собраниях, храмы, молитвенные дома, костелы Можно быть в служении всю жизнь Петь на клиросе, на сцене Можно быть священником, батюшкой, сенцем, пастырем, епископом, папой римским Кардиналом, митрополитом, архиепископом Можно быть патриархом, всея, всея и прочее Но так и не пережить духовное возрождение, так и не стать христианином Потому что христианами мы становимся только лишь от Иисуса Христа, от нашего Господа Только Он, Он и только Он Спасибо Богу за все Благоставляю вас, братья и сестры Даст Бог сегодня вечером Да, в 6 часов вечера Я буду стараться По планам должен успеть вечером уже быть на трансляции Если в 6 часов не будет, то тогда уже попозже Там уже в 7 часов, как вчера, допустим, я в 6 не смог быть на трансляции В 7 часов вечера включился я Вот, потому что там служение затянулось Как бы и общение, и одно, и другое Как бы и вернулось уже поздно Вот, и Но планирую Каждое утро я в 6 утра Подключаюсь И вот сейчас вот в 6 вечера тоже На вечернюю молитву Особенно вот в сентябре месяце Однозначно Значит, это уже так вот строго Потому что очень большая тема для молитвы Очень важная тема для молитвы И сегодня буду говорить тоже о кризиологии О церкви Вот О Божьей экклезии Да, церкви Благоставляю вас, дорогие друзья Вот, преображайтесь в тот же образ В образ Христов Благоставляю во имя Господа Иисуса Христа Да, благоставит тебя Господь И сохранит тебя Да, призрит на тебя Господь Светлым лицом своим И помилует тебя Да, обратит Господь Лицо свое на тебя И даст тебе мир Во имя Иисуса Христа Аминь Аллинуя Аллинуя